Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. И сегодня мы поговорим о очень важной теме, на реализацию которой тратятся деньги даже Билла Гейтса. Вернее, на прояснение темы этой. То есть в Соединенных Штатах Америки запущены научные проекты по исследованию этого вопроса, а спонсируются они из фонда Билла Гейтса. А кто это говорит, я надеюсь, не следует. Тема касается взаимодействия микроорганизмов в биологических препаратах. Что это значит? Часто в комментариях встречаются вопросы, которых люди интересуются, можно ли смешивать, скажем, триходерму истинную палочку, да и все разнообразные биологические препараты, которые встречаются на полках магазина. Почему до сих пор не существуют баночки, в которых объединены разом все микроорганизмы, скажем, бациллус субтилистинная палочка, бациллы из битоксибацилина, триходерма, метаризиум, баверия, да все, что вы знаете, и совокупность различных псевдомонад из наших белорусских препаратов. Почему такого препарата, общего, до сих пор не существует? Ну или почему мы сами не можем объединить все эти препараты, или те, которые у нас есть дома, в одну емкость, опрыскать сразу же весь свой сад и разом избавиться от всего, что нам мешает жить? Почему так не происходит? И почему на такие вопросы выделяются огромные деньги? Дело в том, что этому вопросу я решил посвятить разговор только потому, что за последние 2-3 года вышло очень много статей, изучающих данные взаимоотношения между организмами, и уже есть некие результаты. Дело в том, что микроорганизмы, даже если брать какой-то один, скажем, сенную палочку, или триходерму, не представлены каким-то одним штаммом. Ну, штамм это, ну скажем так, разновидность. Есть вид бацилла, вот, а его разновидность или штамм бациллус субтилис. Так вот, даже бациллус субтилис представлено очень большим спектром различных штаммов подвидидов разновидностей. То есть их так много, но для понимания представьте нас. С вами это один вид гомо сапиенс, и соответственно у нас очень много различных рас. Да что говорить раз? Мы можем рассматривать какое-то государство или даже деревню, да что говорить, многоэтажный дом. Там всегда будут разные жители. Будут и дебоширы, будут и спокойные, будут интеллигенты, будут механики. Точно так же и в микромире. Даже один, казалось бы, и тот же вид всегда будет представлен настолько различным спектром штаммов, что говорить о том, что свойственно одному, что это же можно применять и к другому, абсолютно неправомерно. Именно поэтому, если кто-то говорит, что можно смешивать триходерму и сенную палочку, и они друг другу не представляют никакой угрозы, то это не очень корректно, потому что всегда будет где-то какая-то сенная палочка, ее штамм, который будет, скажем так, в штыки воспринимать такое соседство. Другое дело, если в биологическом препарате используется уже конкретных два штамма каких-либо микроорганизмов, которые изучены в этом отношении. Стоит сказать, что по фонду того же самого Билла Гейтса было изучение совместного использования в препарате метаризиума и баверии. И те штаммы, которые исследовались в этом отношении, уже довольно широко применяются. И стоит сказать, что эти исследования были произведены в конце 19-го, 20-го года и уже фирма, скажем, Профит выпускает препарат, в котором одновременно встречаются и метаризиум, и баверия. Такое соседство делает только дополнительные преимущества этому препарату. Каждая из этих организмов, каждый из этих грибов занимает свою нишу. Они друг другу даже помогают в вопросе заселения корней растения. Ну и атакуют свой, скажем так, спектр насекомых. Метаризиум больше те, которые находятся под землей, личинки, баверия, больше всего атакуют надземных насекомых. Теперь мы рассмотрим взаимодействие грибов грибов и бактерий. Можно ли их вместе использовать? На настоящее время известно, то, что за буквально последние года 3-4 вышло много статей по этому поводу. Касаются они вопроса взаимодействия бактерий и грибов. Дело в том, что некоторые грибы, вернее, их споры не могут даже прорасти без участия бактерий. Вот представьте, грибы имеют споры довольно большие, примерно вот такие. А бактерии по сравнению с этими спорами маленькие. Они забиваются в поры этих спор, они забиваются в их, скажем так, отверстия, какие-то впячивания находятся там и при попадании споры в благоприятное условие выделяют вещества, которые либо растворяют стенку споры, либо инициируют прорастание споры, то есть рост гриба и спора прорастает и, соответственно, активируется. мы имеем рост гриба и эффект гриба на растение заселения корней. То есть эти отношения, когда гриб зависит напрямую от бактерий, тоже показаны, но несмотря на это, я все равно не скажу, что опрыскивать нужно одновременно, смешивая грибы и бактерии. При этом некоторые, большинство, скажем так, штаммов триходермы очень негативно относятся к соседству тех бацилл, которые используются в препаратах бетоксибациллина или липидоцита. Однако в этих препаратах, кроме самих бацилл, используются их токсичные соединения, которые они выделяют, которые сами по себе могут убивать насекомых. Поэтому, если мы смешаем, да, будет негативное какое-то взаимодействие, но препарат не перестанет, не избавится от своего действия, хотя бы просто потому, что там останутся токсины, которые будут травить листогрызущих насекомых. Ну и следует сказать, что в принципе и триходерма, и данные бациллы действуют в разных местах. Бациллы на листе, триходерма больше именно в почве. Поэтому это не нужно делать этих смешиваний, но если мы ненадолго оставим смешанными такие препараты, действие все равно будет очень позитивное. На сегодняшний день очень хорошо изучено взаимодействие бактерий и грибов, показано очень огромное, просто огромнейшее количество различных биологических веществ, молекул, которыми бактерии и грибы могут между собой взаимодействовать. И я на таком очень изученном примере объясню, как это происходит. Особенно это отчетливо видно при взаимодействии бактерий бацилус субтилист, сенная палочка, триходермы и растения. Они одновременно бацилус и триходерма могут заселять одни и те же корни. Более того, образуя такую своеобразную семью растения, сенная палочка и триходерма. Растения кормят эту семейку, то есть эту парочку сладкую, выделяя им до 30% всего, что отсинтезировало в результате фотосинтеза. То есть все соки, включая массу листьев, плодов, то есть все, что оно создает в процессе роста, вот до 30% она может выделять через корни и этими выделениями подкармливая бактерии и грибы. Так вот, представим, что на растения произошла атака, ну скажем так тли. Тля это сосущее насекомое, оно прокалывает ткани растения, высасывая соки. При этом растение выделяет гормоны стресса и этим показывает грибу и бацилия, которые, сеной палочке, которые заселились на корни этого растения, что оно испытывает стресс. При этом и гриб, и сеная палочка между собой уже начинают обмениваться специфическими химическими веществами, как бы переговариваясь и решая, как поступить в данном случае. При этом они решают на первом этапе, что растению просто нужна помощь в активации иммунной системы. Выделяют либо собственную солициловую кислоту, либо активируя гены растения, чтобы оно само выделяло и синтезировало солициловую кислоту, тем самым повышая иммунитет растения. Растения естественно на это реагируют, повышается иммунитет растения, оно начинает сражаться с тлей, она наращивает толщину клеточных стенок, чтобы та не могла проколоть клетки, проколоть ткани растения, но допустим этим оно растение никак не победило тлюд, тля продолжает размножаться, ее становится больше, в таком случае гормонов стресса в клеточном соке становится еще больше, более того в нем появляются токсические вещества, которые появляются из-за воздействия тли на организм растения, на его ткани. Эти уже вещества и их уровни заново по-другому влияют и на гриб, и на сенную палочку. Тут они опять решают, что могут помочь растению еще больше. Бактерия передает некую основу, пару молекул, пару видов молекул грибу, которые гриб сам не может синтезировать, но зато использовать он их может. То есть гриб воспринимает от сенной палочки некие молекул, их модифицирует, изменяет, как по конвейеру, и передает в растение. А что это за вещества? А это токсины против тли. Эти вещества токсичные для тли попадают в сок растения. Оно становится невкусным для тли. И таким образом растение может избавиться от тли. Но вы же замечали, что когда мы видим два растения, на одном куча тли, на другом нет. Почему? Ну возможно существует такое мнение, что это растение, на котором не было тли, оно как раз и реализовало весь этот механизм защиты, подействовал этот механизм и оно избавилось от тли. Видите, как все очень и сложно и одновременно красиво. Но это еще не все. А представьте, что этот механизм не подействовал. Существует и следующее действие. Растение сигнализирует, что оно атаковано еще до сих пор, что оно практически уже на пороге гибели. В этом случае оно выделяет ряд ароматических соединений в почву. Ароматические соединения, если кому-то непонятно или кто-то хочет этот вопрос уяснить себе, содержат фенолы, бензолы. И эти соединения воспринимает осиная палочка. Она их тоже модифицирует, изменяет, передает грибу. Гриб, в свою очередь, триходерма, их тоже меняет. Своих ферментов нет, своего этого соединения нет, но есть ферменты, которые меняют это соединение. И получается в итоге действительно духи. Но духи не для человека, а духи для хищных насекомых. То передает сеной палочке, сеная палочка грибу. Гриб тоже меняет и выделяет в окружающую среду феромоны для насекомых, которые притягиваются на этот участок сада, где есть тля. Как правило, это показано в отношении хищных ос. Не те, которые нас кусают, а те, которые охотятся за различными вредителями сада. Они прилетают на этот участок и эффективно сражаются с тлей. Пусть даже это растение погибнет, но зато осы спасут окружающие растения. Вот так это работает в природе. И этот механизм довольно хорошо изучен. Видите, как все четко налажено в отношениях между бактериями, грибами и растениями. Итак, вернемся к взаимоотношению. Что касается отношения бактерия и бактерия. Когда мы можем смешать, скажем, псевдомонады и бациллы. Опять же, если мы касаемся каких-то определенных штаммов, которые уже показаны, что если их поместить на чашку Петри, они вместе могут расти, это не будет говорить, что в природе они будут тоже очень легко сосуществовать. Показано, что большинство генов, ответственных у микроорганизмов за их защитные свойства активируются только тогда, когда эти бактерии или грибы попадают на растения или же на корни растения. Как пример, если мы смешаем в одной бутылке триходерму и паразитические микроорганизмы типа фузариума или фитофторы, то вот в бутылке они друг друга особо не будут тревожить и триходерма мало какого-то влияния окажет на фузариум или фитофтору. Но стоит их поместить на корни растения, как у триходермы активируются гены, которые делают ее агрессивной к фитофторе и к фузариуму. Поэтому большинство утверждений ученых, тех, которые на любительском уровне проверяют совместимость препаратов и говорят, что вот посмотрите на чашки петри здесь триходерма растет, рядышком синая палочка или еще какая-нибудь псевдомонада. Посмотрите на чашки петри они очень хорошо друг с другом сосуществуют. Или наоборот они явно друг к другу ростом не приближаются. Так вот это абсолютно ни о чем может и не значить, потому что гены, которые активируют, гены, которые отвечают за взаимодействие этих микроорганизмов в природе, они просто не активированы, а активируются они веществами, которые выделяют корень растения. В итоге я хочу сказать, что лучше всего только потому, что мы не знаем, как эти микроорганизмы взаимодействуют и не знают даже ученые, это очень сложно изучить взаимодействие именно там в почве. Поэтому лучше биологические препараты не смешивать. Можно разнести их по времени, можно их использовать в определенное время одновременно, но явно их не нужно смешав где-то оставлять. Скажем, синая палочка она может действовать и по листу, она может действовать и при поливе под корень, триходерма чаще только под корень, то же самое метаризиум с баверией, поэтому всему свое время и всему свое место. Лучше не экономить на таких, особенно если эти препараты были задорого вами куплены, поэтому использовать лучше строго по инструкции. Я надеюсь, что в этом видео вы получили интересную информацию, услышали ее, задавайте вопросы в комментариях, потому что на самом деле не сказано еще очень много. Пишите, какие темы вам хотелось бы услышать, их разъяснение от меня и ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. До скорой встречи! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok